В Омске же нету таких домов, как нам показывают уронии судьбы. Еще совсем недавно про типовые вот эти дома советские, про панельную застройку, ее было принято вообще ругать, когда люди привыкли жить все вместе там с кучей родственников или где-нибудь, например, в коммуналке. Потом переезжали в свою собственную квартиру, им было все равно, слышно там соседей или не слышно. Квартиры одинаковые были, они мало чем отличались друг от друга. Это естественный ход, это не землянки во дворе, потому что ты приходишь к себе домой и никого вокруг нет, кроме тех, кого ты хочешь видеть. Здравствуйте, это подкаст «Зерно архитектуры». Меня зовут Алина Бегун, и сегодня мы поговорим о типовой застройке города Омска. Весь Новый год мы все, естественно, смотрели фильм Альдара Рязанова «Ирония судьбы». И я думаю, что вы все прекрасно помните начало этого фильма про типовые панельные домики. «Зерно архитектуры» В этом околоновогоднем выпуске мы поговорим о типовой застройке города Омска. Узнаем, есть ли в Омске своя улица строителей, дом 25. А в гостях у меня москалюк Сергей Владимирович, архитектор, член Омского союза архитекторов. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Владимирович, вы же не из Омска, вы сюда попали после учебы, как и большинство архитекторов. Да. А вы где учились? Я учился в Политехническом институте во Львове. Ого. То есть даже не в Новосибирске у нас? Нет. Новосибирск пока превалировал. Да. Это потому, что здесь регион. Ну, так получилось, что приехал. А в каком году вы приехали в Омск? В 73-м. Помните Омск тех лет? Конечно. Каким он вам показался? Он показался таким провинциальным. Но сами люди, это действительно правда, они покорили, наверное, или просто я таких не встречал, очень добрые, отзывчивые и приятные во всех отношениях. И вот с этой мыслью, с этой целью вот я остался и до сих пор это могу подтвердить. Меня окружают очень хорошие люди. Тема все равно новогодняя. В Омске же нету таких домов, как нам показывают иронии судьбы. Этой серии в Омске нет? Нет. Нет. Они разные. Ленинградская серия, это другая серия. Они в разных городах по-разному делались. Различия были технические, в наборе панелей. Площади квартир были примерно одинаковые. Они нормировались документацией, документами нормативными. Они и сейчас нормируются. Только оно звучит как социальное жилье. Это жилье, которое или для расселения, или которое государство строит. И дает бесплатно. Или там за какую-то очень небольшую цену. Все остальное жилье коммерческое. Поэтому можно делать квартиры те, которые заказчик пожелает. Мне кажется, еще совсем недавно про типовые вот эти дома советские, про панельную застройку, ее было принято вообще ругать. Ее все как-то ненавидели, все стремились к новому жилью. Сейчас у меня ощущение, что люди как-то смягчили свои нравы и смотрят на эти дома уже как-то. Ну да, они вот были такие задачи. Они свои задачи решали. В Омске вообще откуда все это началось? Где первый был, может быть, построен такой микрорайон типовой? Ну, он, может быть, и не первый хороший советский типовой микрорайон. Это вдоль Иртышской набережной по улице Волково. Такие типовые микрорайоны, они устроились в городке Нефтяников в советском районе. Это в районе улицы Химиков. Это в районе улицы Нефтезаводской по обе стороны. Улица Нефтезаводская, проспект Мира, Малунцево и так далее. Это еще до освоения Левого берега. Вот в Амурском поселке, там застройка пятиэтажная. Это типовые дома. Потом началось то же самое в Чикагоском районе. Улица Космический проспект. Как туда ехать от города? И вся правая сторона, это вот застройка. То же самое. Все типовые дома, там даже девятиэтажных почти нет. А потом в 72-м или в 71-м году началась застройка Левого берега. То есть, получается, вот эта типовая застройка жилых микрорайонов, она началась именно с таких пятиэтажных невысоких домов, даже с кирпичных. А панельные дома, они потом появились, позже? Они появились, наверное, параллельно, что кирпичные, что панельные. Они где-то в начале 60-х годов появились. По тем нормам делались. Очень плотная была начинка этих домов. Квартиры были небольшие. Вот как они заселялись, ну, по обстоятельствам. Но в целом это был и выход хороший. И сегодня, по крайней мере, эти квартиры, как вам сказать, были намного большими, чем сегодня делаются дома с квартирами-студиями. Ну, да, кстати, это такая популярная тема. Сегодня популярная тема, где надо сделать квартиру площадью 20 квадратных метров, где есть все, и кухня, и спальня, и все вспомогательные помещения. А тогда норматив другой какой-то был, получается? Тот же самый. Абсолютно тот же самый. Просто не стремились за выгодой? Не стремились за выгодой, а стремились за здравым смыслом. Ну, там тоже была выгода. Потому что, почему эти дома были невзрачные? А потому что нужно было сделать их дешевле. И это нормальный процесс. Совершенно нормальный. А сегодня делается дом очень дорогой, с виду. С очень убогими квартирами. В том числе. Не говорю, что там все квартиры убогие. Нет, там есть большие, по 100 метров и по 150. Ну, как правило, дома... Вот застраивается квартал. Вот в этом корпусе квартиры побольше. А в этом корпусе квартиры маленькие. Квартиры студии. От 20 до 40 квадратных метров. Отсюда на ту же самую площадь дома. Больше квартир. Больше людей. Больше сантехники. То есть он получается дорогим. А для Омска тогда были какие-то свои серии? Вот именно специфические, которые строили в Омске. Да. Да? Да. Их присылали или их здесь изобрели? Их здесь разрабатывали. Я принимал в этом участие. Расскажите, где это? Какая серия? Эта серия называется... 1-335 Ом. Ага. Вот пятиэтажные панельные дома, которые в разных районах. В том числе в район Новолочаевской, где я живу сейчас. Там были дома, там они до сих пор есть. Старые панельные дома. А где-то в году, наверное, в 80-м, позднее даже, в начале 80-х, мы разрабатывали в институте Омск граждан проект на базе вот этих домов, пятиэтажные дома, с уширенным шагом. Ну, чтобы было понятно, те старые панельные дома, ширина комнаты была 3 метра, ширина кухни 2,50. Ну, по размеру панели 2,60. То есть там в кухне было маленькое окно, в комнате большое окно. Ну, это видно, когда старые или кирпичные, или панельные дома, оно видно, что все окна разные. Маленькие окна это для спальни и кухни, большие окна это для общей комнаты. И вот этот смысл этой серии, новой, он состоял в том, что все панели со всеми окнами одинаковые. То есть все комнаты, кухни, спальни, неважно какой площади, они все одной ширины. У всех большие окна. Да. И я знаю многие, ну, коллеги мои, бывшие, теперешние, живут в этих домах. Бывал я там, отличная квартира. Мне еще интересно все время, у домов же у этих куча серий. Вы в этих сериях как ориентировались? Уже в процессе работы был какой-то каталог, и это все выучивалось? Или, не знаю, еще в институте как-то? Ну, как узнать все эти номера и запомнить? Я не знаю, как их. Я их просто помню. Ну, как просто в процессе работы, получается, запомнили? В процессе работы, потому что есть девятиэтажные дома. Дома, они были в основном двух серий. Пятиэтажные дома тоже двух-трех серий. И поэтому, сейчас называть эти серии, наверное, я не знаю, может, кто-то и вспомнит. Кирпичные дома серии 1,447 с индексами. Это пятиэтажные, девятиэтажные. Панельные дома 1,335 ПК. Старенькие, у них балконы чуть поуже. 1,335 в чистом виде. У них разное количество секций, разные наборы. Ну, с виду они отделывались, кстати, плиткой. Вот те дома, которые такой вот керамической плиткой, мелкой. Размером 3,2 на 3,2 сантиметра. Вот эти дома, вот они до сих пор стоят. У них вполне хорошего качества. А по поводу швов промерзали. Ну, у нас в нашей квартире они не промерзали, кстати, ни разу. Они промокали. При косом дожде мы вызывали соответствующих ребят. Вот буквально несколько лет назад. Они это все расковыряли. Заменили все, что там внутри. Все нормально. А вы, получается, в доме какой серии живете? 1,464,э54. Кошмар. И нету никаких коротких названий. Как вы в работе этим оперировали? А никак. Вот так вот? Вот так вот мы делаем этот дом. Ничего себе. А про вот как раз наружную отделку я хотела спросить. Была же такая тема, что в всяких национальных республиках на типовой застройке старались, например, какие-то орнаменты, узоры сохранить, которые вот именно этой местности, этой республике присущи. А в Омске ничего такого не пытались делать? Может, какой-то местной фишки найти? Ну, мои коллеги, когда застраивали левый берег, там на торцах домов не было окон. И эти все торцы были вот этой мозаикой выполнены различные картинки, сказок или еще из чего-нибудь. То есть каждый дом имел свою картинку на фасаде с одной и с другой стороны. Сейчас, опять же, вот вы уже говорили о том, что какой-то есть тренд на то, чтобы квартира была просторная. То есть чтобы не было маленьких комнат уличек. То есть чтобы было много общего пространства такого. А те же дома, они строились наоборот с учетом эргономики, чтобы ты чуть ли не мог не повернуться и рукой везде все достать. Чтобы у тебя вот все было в доступности. Ну, это немножко не совсем по этой причине. Просто были нормативы по квадратному метру на человека. И заселялись, двухкомнатная квартира заселялась, там было так, в комнате 4 человека. Трехкомнатная там 5 и 6 человек. И получалась скучность. Ну, со временем дети разъезжались. Все, то есть получается, что те квартиры, которые были относительно тесными, они сегодня относительно свободны. Потому что те, кто остался, ну, живут, доживают. Потом кто-то продает, кто-то покупает. Ну, уже теперь в свободном желании. Вот и все. А то, что там это было тесно, ну, трудно сказать. Я так жил. У меня была кухня 6,4 метра в однокомнатной квартире в пятиэтажном панельном доме. Только лишь потому, что была квартира однокомнатная, у меня был совмещенный санузел. То есть ванна и унитаз. Благодаря этому кухня была чуть-чуть длиннее по направлению от окна. 6,4 метра. А в двух комнатных квартирах в этом же доме, по соседству, там была площадь 5,7 метра. И я на этой кухне, у меня стоял телевизор у окна, маленький, старенький. На столе была чертежная доска. Я делал чертежи, смотрел телевизор по ночам. И мог со стола соседнего там что-то взять, перекусить. Не вставая с табуретки. То есть удобно было все? В том возрасте было удобно. Вы такой человек, вы позитивно смотрите на все эти дома. У вас нету такого отрицания и какого-то негатива. Нет. Мы со своим, с моим другом Богданом Степановичем, заслуженным архитектором, встречаемся иногда. Он ко мне приходит, мы стоим на балконе летом. Весь микрорайон перед глазами. И не то, что вспоминаем. Нет. Мы говорим, слушай, вот стоят новые дома. Элитные, дорогие, вычурные. А вот стоят типовые. Вот если все балконы остеклить по всему дому одним приемом, облицевать стены навесным фасадом, дом будет намного лучше. При минимуме. То есть новые дома, они ничуть не лучше старых. Конечно, у них отделка блестящая. Вот много стекла. Это все дорого. Коммуникации, мусоропровод, его отсутствие. Ну, в пятиэтажных домах не было мусоропровода. Оно и сейчас не нужно. Его нет по нормам. Если раньше в девятиэтажных мусоропровод был обязательным элементом, то сегодня нормы пишут по заданию заказчика. А заказчики иногда этого не делают. Сейчас же вообще могут построить дом, и он новый, но мусоропровод заваривают. Просто, чтобы не пользовались. Чтобы не пользовались. Потому что говорят, будут крысы, будут запахи и все такое. Ну, они же правда пахнут. В некоторых домах действительно пахнут. Я чувствовала. Есть жилищный кодекс, есть управляющая компания. В этой управляющей компании есть договора с каждым домом. То есть это исключительно ошибки эксплуатации. Это не эксплуатация. Элементарная не эксплуатация. И если есть в доме хороший хозяин, старший по дому, то он так напрягает управляющую компанию, что там все выполняется. Все, что там прописано на трех страницах, договор, и все, что нужно там сделать по дому, все, согласно закону, все прописывается. И с ценой за квадратный метр. Но при этом мусоропровод сейчас, он не соответствует тренду на раздельный сбор мусора. То есть ты же туда все скидываешь в одну урну. Не сможешь разделять. Ну, есть такое. Он немножко, мне кажется, уже так отходит от жизни. Все равно все сейчас стараются разделять мусор, начинают. Вы знаете, это привычка. Если живешь внизу, то можно поставить несколько баков разного цвета. И это уже присутствует. Очень прогрессивная застройка в Сургуте. Там мусорные контейнеры подземные. В Ханты-Мансийске. Там это уже давно. Там мы проектируем в Али дома совсем недавно. Там нет бачков с мусором. В старых домах еще много таких интересных каких-то вещей. Раньше были предусмотрены холодильники. То есть это тоненькая стенка на кухне, которая использовалась как холодильный шкаф. То есть не было настоящего холодильника, и люди вот так вот остужали продукты. А летом они чем пользовались? Ничем. А чем? Как они остужались? Вы знаете, это кирпичные дома серии 1-447-S. Они в основном построены вот как раз на Иртышской набережной. Ну, это для образца, чтобы понять, что это такое и как оно выглядит. Это вот дома желтого цвета такие, вот кирпичные. И там под окном кухонным такая была ниша, и она действительно зимой играла роль холодильника. Но качество бывало таким, что большинство людей его забивали всякими тряпками, чем угодно, чтобы оттуда холод не шел. Потому что отопление, приборы отопления плохо грели. Не потому что приборы плохие, а потому что температура воды подавалась в дом не по ГОСТу, скажем так. Поэтому они всячески утепляли свою квартиру. Да, я видел такие. Это старые дома конца 50-х, начала 60-х домов. Ой, годов. Может, еще какие-то были такие интересные фишки? Или, например, окно в ванной. Кухня с ванной бывает граничат, и между ними вверху есть стекло. Во-первых, ванна освещалась вторым светом, так называемый второй свет. Первый свет – это из улицы через окно, а потом уже из этого помещения, из кухни. Там стояло небольшое окошко, и можно было не включать свет днем. Не то, что там купаться или что-то. Зашел, там руки помыть, можно было свет не включать. Вы помните вообще ощущение и отношение к первым, может быть, домам? Ну, вообще, вот это обретение чего-то своего нового личного, лично твоего пространства – это уже был большой шаг вперед. То есть, когда люди привыкли жить все вместе с кучей родственников или где-нибудь, например, в коммуналке, а потом переезжали в свою собственную квартиру, им было все равно, слышно там соседей или не слышно. Конечно. Дует там или не дует. Для них это уже какой-то космос был. Конечно. Потому что ты приходишь к себе домой, и никого вокруг нет, кроме тех, кого ты хочешь видеть. И это было совершенно все равно. Появились какие-то новые интересные дома, но их получали также по очереди. Была очередь на предприятиях. Можно было, конечно, умудриться где-то что-то приобрести, получить, не купить, получить бесплатно. Но это было трудно. Это было трудно. И в связи вот с такой, скажем, не бедностью, а пусть будет эта бедность людей. Людей. Хотя зарплаты хватало на все, все не было. А на то, что было, то хватало. И поэтому, конечно, получить квартиру, это было замечательно. Было трудно достать обои, было трудно достать клеенку, было трудно купить краску, кроме синей и зеленой. Тяжело это было. То есть надо было побегать. Купить мебель надо было. Я стоял полгода в очереди. Отмечался каждую субботу. Был, как сейчас помню, 1500-й. К весне был уже 30-й. Ну, она как-то двигалась. Ну, сильно страдать по этому поводу, не страдали тогда. Нет. Быт, естественный ход жизни. Это естественный ход. Это не землянки во дворец. Это все происходило эволюционно. И казалось, что это нормально. Спасибо большое, Сергей Владимирович, за нашу новогоднюю беседу. Поздравляем всех наших зрителей с наступившим 22-м годом. Желаем вам дальше интересоваться архитектурой, смотреть наши выпуски и заботиться о своих домах, наполнять их теплом и уютом. Я поздравляю всех с наступившим годом. И чтобы всегда помнили, что сегодняшнее настоящее, оно было сформировано как-то вчера. И не обязательно оно должно быть плохим. Надо быть оптимистным. Будем двигаться вперед. Субтитры сделал DimaTorzok